Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Нехватка кадров в сфере культуры и образования, необходимость обновления оборудования в школьных столовых и другие вопросы обсудили за круглым столом в Единой России. Он воспитал немалое число талантливых футболистов и продолжает передавать свой бесценный опыт подрастающему поколению. Кость нашей программы – Мурат Жукаев. В Карачаево-Черкесии проходит этап молодежного форума «Маяки дружбы», где проводят различные экологические акции. Они провели уборку на территории Саурана и Нижнеоргаско-Воланского городища. Проблема кадров в сфере культуры и образования, необходимость обновления оборудования в школьных столовых, строительство придворовых футбольных площадок. Эти и другие вопросы были подняты за круглым столом в рамках обсуждения направлений и предложений в народную программу, инициированную Единой Россией. Подробности у шерифа Тлипшоковой. На сегодняшний день в адрес Единой России на портал mp.er.ru со всей страны направлены тысячи и тысячи предложений. Сделать это могут все желающие. Инициатива людей войдет в предвыборную программу партии, названную «Народной». Круглый стол, проведенный на базе Республиканской библиотеки, был организован депутатами, общественными деятелями и представителями исполнительной власти для обсуждения предложений на тему культуры, спорта и образования. Заместитель министра спорта и физической культуры Валерий Медовый призвал не разделять эти сферы, а объединить в одно социальное направление. Внося свои предложения в «Народную программу», он говорил о том, что при возведении парков и жилищных комплексов нужно не забывать об оснащении их спортивным инвентарем, антивандальными тренажерами, волейбольными и футбольными площадками. Свою задачу министерство видит в многократном увеличении количества людей, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого можно было бы разработать систему скидок на посещение тренажерных залов, бассейнов и приобретение спорттоваров, подытожил Валерий Медовый. Обсуждая предложения для включения в «Народную программу», собравшиеся говорили об уже предпринятых мерах. Так, учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, но в республике все еще не все пищеблоки обновлены. В этой части у нас также много проблем. Хотелось бы, чтобы за этим последовал ремонт и оборудование школьных столовых с современным оборудованием. Оснащение, да, с современным оборудованием. Замминистра образования и науки республики сказала и о проблеме кадров. Школа по-прежнему нуждается в квалифицированных молодых учителях. Эту тему за круглым столом поднял и министр культуры. Зурапа Гербов говорил о непростой ситуации с домами культуры. Зачастую они пустуют. Местные власти ссылаются на слабое финансирование. Но ситуацию нужно менять. Рассказал он и о предстоящей, это осенью, аттестации действующих сотрудников ДК. Вызывает вопрос, а что за человек работает в ДК? А почему не работает выпускник нашего колледжа, который с красным дипломом его закончил и не может найти себе работу? А работает человек, который профессионального образования не имеет. Поэтому здесь нам тоже нужен будет некий совместный контроль. Очень важно четко подходить по-человечески, профессионально. У человека может не быть образования, но он много лет в этом работает и он явно человек культуры. И наоборот, есть люди, которые с дипломами всевозможными, а пользы никакой не приносят. И вот такие комиссии, они должны очень эффективно, мне кажется, совместными быть. Она культура для народа. Это мы не для чиновников же ее сохраняем, прежде всего для детей, прежде всего для тех, кто дальше ее будет нести. Обратился Зуропа Гербов и к родителям, чтобы те растели детей, приучая к культурной жизни, водили в театр, музей, возвращая почти утерянные традиции совместных посещений, общественных мероприятий. Ведь искусство учит не только ценить красоту и совершенствоваться, но и социально интегрироваться. Шерифат Лепшукова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. А сейчас погода на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня день физкультурника. С профессиональным праздником мастеров и любителей спорта поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Россия – великая спортивная держава, которая славится своими легендарными чемпионскими рекордами. На примере этих сильных и смелых умных людей, вписавших свое имя в мировую историю, выросло несколько поколений россиян. Своими достижениями наши атлеты вдохновляют и юных россиян, которые продолжают славные спортивные традиции нашей страны, пополняя копилку побед государства. В Карачаево Черкесии создаются условия для граждан разного возраста, будь то парки с современными антивандальными тренажерами или же профессиональные спортивные комплексы. День физкультурника сегодня отмечает и тренер, преподаватель по футболу Мурат Джукаев. Он воспитал немалое число талантливых футболистов и продолжает передавать свой бесценный опыт подрастающему поколению. О своей жизни, футболе и любви к спорту он рассказал Альбине Курачиновой-Кенжевой. Мурата Умаровича Джукаева мы застали на утренней тренировке с ребятами. Говорит, даже в отпуске не могу сидеть отдыхать. Тянет к детям, к мячу, хочется движения. Футбол это как... Это не вопрос жизни и смерти, это намного больше. Футбол это моя жизнь. Поэтому вот вы говорите в отпуске, ну без них как? Как мой папа говорил, у тебя вся жизнь отпуск. Старое поколение считали, что это несерьезно. Поэтому, может, мама не отпускала меня в другие клубы. Но я благодарен, что и сыновья по моим стопам пошли. Все тренировки проходят в игровой дружественной форме. Применяются все уловки, чтобы привлечь внимание мальчишек в таком озорном возрасте. Лизгиночку поймите? Поехали. Коленку танцуем. Ребята с большим энтузиазмом стараются выполнять упражнения мастера. Тимофею 9 лет. Посещает тренировки он уже год. Играет в центрального нападающего. Болеет за Барселону и хочет стать профессиональным футболистом. Я занимаюсь год у Муратмаровича. Мне нравится здесь заниматься. А тренировки тяжелые? Ну, да. Коллеги отзываются о друге с теплотой. Директор спортивной школы номер 2 Анатолий Борисенко говорит, росли вместе. Много общих интересов. Особенно любовь к футболу. Человек любит свою профессию раз. И дети любят его. Видимо, все равно от качества наставника, от тренера зависит очень много. Чтобы дети тянулись к этому виду спорта, и к нему лично, и к его качествам. И те воспитательные моменты, которые он проводит с ними. Тренировки проводятся дважды в день, чему родители безмерно рады. И благодаря тренера, говорят, дети стали соблюдать режим, стараются уходить на дневной сон. Самое главное, совет, отпустить телефон. Они живут с ним, их тикток воспитывают. Вот это беда страшная. И оттуда идут провалы в памяти у них. 40 раз повторишь, они будут опять смотреть, на WhatsApp тебе писать. Телефон – это бить сейчас всех поколений. Ну, остальное, режим питания – это обязательность. Столько сейчас этих напитков цветных, этих энергетиков. Вот это ужасно. Ну и вовремя все делать. Футбол учебе не мешает. Вовремя сделать уроки, вовремя маме, папе помочь. Покушать, на тренировку прийти. Это дисциплинирует. 24 часа в сутки свои можно распределить, что успеть все сделать. Мурат Умарович, такой банальный вопрос. Как вы пришли в спорт? В частности, в футбол. Ну, единственное, что 15 лет меня в команду мастеров взяли. Ну, до армии я-то где-то на замены выходил. Ну, потом посчастливилось поиграть в сборную РСФСР юношеской. И сборы, и турнир. Чемпионат Союза, там было 15 республик и Москва-Ленинград. Ну, в невинном иске сезон. Ну, и посчастливилось сыграть в Нарте в первой лиге еще. В то время, когда команды были Воронеж, Липецк, Тула, Калуга. Игры, конечно, и стадион полный. Я выходил на замену. 7 тысяч на стадионе зрителей было. Это первая игра с Махачкало. Это не забываем. 5-0, столько счастья, радости. Воспитал немало талантливых футболистов, в том числе и своих сыновей, которые играли в московских клубах. Один из которых, Алим Джукаев, был членом молодежной сборной России. Но из-за спортивных травм они вынуждены были уйти из футбола. Но продолжают тренировать и передавать свой опыт юному поколению. Приводят ребятишек. Вы сразу замечаете, кто талантливый, кто способный, из кого что-то выйдет? Вы знаете, темп развития таланта не угадаешь. Многие даже в 22-23 раскрываются. Как говорил один тренер, нет неперспективных детей, надо с ними работать. Ну, взрывная скорость дается от родителей. А у кого их нет, за счет мышления можешь где-то игру поймать, лишь бы старался. А так я беру всех. У меня нет отбора, ты подхожешь, ты не подхожешь. Нет. И были случаи, когда мальчик вообще по мячу не попадал. А раз в 17-е годы, за счет желания, за счет самоотдачи, то, что внимательно слушал, такие случаи были. Мурат Умарович не только виртуозный футболист, но и человек с большим чувством юмора, легкий и позитивный. Сегодня день физкультурника. Что пожелаете подопечным, что пожелаете своим коллегам? На все дни года. Сейчас, тем более, вот эта эпидемия, это что-то страшное, прям пугающее. Здоровья самое главное, хороших учеников благодарны. Ну и чтобы травм не было у них и душевных травм у нас у тренеров. Альбина Курочинова-Кенжева, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Несколько дней участники межнационального волонтерского проекта «Маяки дружбы башни Кавказа» находятся в Карачаево-Черкесии и проводят различные экологические акции. Они провели уборку на территории Сауран и Нижнеархыского Аландского городища. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Основная цель международного волонтерского проекта «Маяки дружбы башни Кавказа» – это укрепление межнационального согласия через общественно полезный труд. Здесь, на территории Северного храма, волонтеры проводят уборку. Так, одно из направлений этого проекта – проведение экологических акций на территории памятников истории нашей страны. Часто те, кто посещает эти места, оставляют за собой много мусора. Поэтому, как уверяют сами волонтеры, необходимо проводить такие экологические акции. Помимо этого, участники проекта знакомятся с культурой и достопримечательностями нашей республики. Идея была очень простая. Идея – найти межнациональное согласие посредством взаимодействия. То есть, мы вывели для нас оптимальную формулу – помогать, познавать, рассказывать, дружить. То есть, помогать – это вот, видите, ребята работают своими руками, это помощные места. То есть, я человек из Москвы, у нас есть из Самары, из Калининграда. Они приехали сюда, в Карачаево-Черкесию, для того, чтобы своими руками принести пользу людям, которые живут здесь. Вторая часть – это познавать. То есть, мы знакомимся с историей региона, мы знакомимся с культурой народа, для того, чтобы лучше узнать своих соседей. Этот проект сближает представителей разных национальностей. Волонтерский проект «Нояки и дружбы» башни Кавказа уже существует три года. За это время волонтеры сдружились, а некоторые создали семьи. Это, безусловно, является важным в плане развития международного согласия в среде молодежи. Для волонтеров он достаточно значим, так как здесь не только мы проводим экологические акции, прокладываем тропы. Мы сегодня, например, отчисляли территорию от, можно сказать, сорняка здесь. Ну и также очень важно – это знакомство среди молодежи разных регионов. Тогда, когда после этого знакомства уже становятся друзьями, это на опыте прошлых лет проекта. Хотя я сам первый раз друзьями становятся, ездят друг к другу в гости, дружат с семьями. И это практика достаточно позитивная. Мы посещали музей, то есть национального костюма карачаево-черкесского. То есть много всего нового узнали. Ходим на экскурсии, посещаем различные акции тоже. Мы, ребята с разных регионов Российской Федерации, мы общаемся между собой, делимся традициями, культурой. То есть вместе делаем добрые дела, то есть мы убираемся, опять же, то есть где-то работаем тоже так же на памятниках, да, то есть там убираем мусор, например, лишнюю траву, да, там что-то моем. И мы это все делаем вместе. После проведения экологических мероприятий ребята отправятся в Ингушетию, где также проведут уборку территории у исторической башни Бишт. А завершающий этап пройдет в Дагестане, где уже соберутся все участники данного проекта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Нижний Архыз. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Перенестись во время непросто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ... Продолжение следует...